...и после Алматы от 19 апреля сего года. Тогда что они делают у нас на нашей территории, их военнослужащие? Они что делают? После вторжения в... Да, да, да. Они согласно вот этому документу, рано или поздно будут вынуждены покинуть эту территорию. И там должна также пройти такая же колючая проволока, которая проходит на 12 километрах уже демаркированной армяно-агербайджанской границей. И они никуда не денутся. Это раз. Во-вторых, все эти недовольства и все это мелкоуголовное поведение, которое демонстрирует официальный Баку касательно вот этих сообщений Минобороны о якобы стрельбе со стороны Армении, это уже неоднократно опровергалось и армянской стороной, потому что там стрельбы не было от слова «совсем». Еще более того, наглости хватает говорить о своих каких-то ответных действиях. Там вообще не ведется никаких боевых действий, и там стоят именно для этого европейские наблюдатели, чтобы эта вся дуристика бакинская, чтобы просто перестала работать. Мы знаем, на кого это все работает. Это работает на российский интерес. Достаточно посмотреть все русскоязычные азербайджанские ресурсы. Могу и назвать это CBC Азербайджан, это Баку-ТВ. Это часть российской пропаганды, которая ведется под, ну, скажем так, тонким слоем каких-то азербайджанских приправ, и не более того, но она жестко нацелена против Армении в том числе. Против Запада, против Армении и в интересах, естественно, режима Олега. И направлена вся эта пропаганда на подрыв переговорного процесса. И в этом мы знаем, кто главный бенефициар. Это режим Путина и его младший брат, союзник, согласно документу, подписанному за два дня до вторжения России в Украину, вот этому документу о стратегическом союзничестве. Поэтому, что они говорят, это все понятно. Зачем они говорят, это тоже понятно. Как и понятно то, почему мы должны к этому относиться никак и делать свое дело так, как считаем и нужным. Возвращаясь к началу нашего разговора, то, что Армения и Европейский Союз устанавливают партнерство в рамках этой программы, это означает, что 27 стран-членов Европейского Союза выразили свое согласие с этим. Это повышение уровня наших отношений на новый уровень. И плюс к этому, это облегчит возможности Армении заключать уже двусторонние договоры с европейскими странами, с европейскими столицами, уже касательно полноценного оборонительного союза и военно-технического сотрудничества. По примеру того, что мы имеем, например, с Францией. То есть здесь не будет так, что это будет только Франция. Будут также и другие страны. И это в том числе и облегчает нам путь в этом направлении. Есть, конечно, здесь и местные доморощенные придурки, которые говорят, что это нам дает, вот палатки, вот эта тема, это корм для здешних придурков. Я бы хотела бы... Эти палатки, там все такое. Нет, это открывает двери именно к полноценным военным отношениям, военно-политическим отношениям с рядом европейских столиц. И да, Армения должна идти именно по пути установления системы двусторонних отношений с разными партнерами, единомышленниками в условиях глобальной турбуленции, когда многосторонние форматы работают плохо, работают с трудом, да, сами они переформатируются. На данный момент, да, весьма эффективным представляются именно двусторонние отношения. И в этом есть также и опыт, например, опыт Украины. Мы видим, там тормозится продвижение по линии Украина-НАТО, но в то же время более 20 стран-членов НАТО без проблем заключают двусторонние соглашения, берут это юридически обязывающие документы, да, и в том числе и с Соединенными Штатами. Армения отчасти идет этим путем, но как бы пока еще такой стратегии не просматривается, как бы это происходит само собой. Но это все-таки нужно ставить на стратегические рельсы. И вот это партнерство с Европейским Союзом, да, на 10 миллионов, да, палатки, согласно придуркам, да, но они открывают двери перед этой возможностью. И мы, да, будем двигаться в этом направлении. Алиев заявляет, что текст мирного договора готов на 80-90%, то есть остается 10%. Открытыми, по словам Алиевой, остаются два вопроса. Я бы хотела вместе с вами рассмотреть, что это за два вопроса. Первое. Баку ждет от Еревана положительного ответа на пакет предложений. Что за пакет? А что мы знаем об этом пакете? Не изменение ли в Конституции, когда Армения говорит, это внутреннее дело Армении? Что это за пакет предложений? Первое. И второе тоже. Ереван и Баку должны совместно обратиться в ОБСС с предложением о распуске минской группы. Что вы думаете об этом втором пункте? Давайте начнем с того, что произошло в Лондоне. И точнее, что не произошло в Лондоне. Господин Алиев решил разбавить переговорный процесс высосанными со всех пальцев вопросами, которые не являются и не могут являться предметом переговоров. В частности, это вопрос нашей Конституции. Мы с Алиевой нашу Конституцию не собираемся обсуждать. Это он должен отчетливо понимать. Во-вторых, его интересует, как могут азербайджанцы вернуться в Армению. Могу предложить вариант. Те армяне, которые из Азербайджана прибыли в Армению и обменялись домами соответствующими азербайджанцами, каждый азербайджанец пусть звонит своему партнеру по обмену домами. Если будет желание обратно обменяться домами, тогда теоретически открывается после мирного договора такая возможность. А вот, и причем Алиева об этом тоже знает. Но он об этом говорит, чтобы в попытке легитимировать свое возможное вторжение в Армению и оккупацию определенной части территории еще больше, чем он уже оккупировал, чтобы потом объяснить, что это делается для того, чтобы азербайджанцы вернулись. Это полностью ложная повестка, это дымовая завеса для подготовки почвы, для вторжения на территорию Армении в будущем. Если, если международная обстановка, как в 2020 году, создаст ему такую возможность. Если, естественно, наша задача состоит в том, чтобы никакое изменение международной обстановки не стало бы благоприятным фоном Алиеву для вот таких шагов. Это раз. И третий момент. Касательно минской группы ОБСЕ. Когда мирный договор между Арменией и Азербайджаном, его текст подписанный, будет отправлен в постоянный совет ОБСЕ, то это и завершит миссию минской группы. Алиев это говорит, опять-таки, с целью создания для себя причин, якобы причин, почему он не должен подписывать мирное соглашение с Арменией. Он говорит о том, что договор согласован на 80-90 процентов. Нет, договор согласован на все 100 процентов. И даже на основных принципах этого договора стоит подпись Еревана. И не только Еревана, но и подпись Брюсселя, подпись Парижа, подпись Берлина. И там еще и вписано имя Алиева. Но там подписи не стоит, потому что он сбежал. Речь идет о Гранаде. Других принципов у нас для Алиева нет. У международного сообщества также для Алиева нет и не будет. И все эти финты ушами, они просто могут, да, могут решить какой-то вопрос, но вопрос лишь в оттягивании времени. Вот и все. Отсюда опять два вопроса. Пожалуйста. Начнем с конца, для меня, со второго вопроса. Вы говорите, да, если будет подписано уже мирное соглашение, документ будет подписан, можно будет обсудить вопрос о распуске Минской группы. Тогда у меня такой встречный вопрос. Не обсудить, просто автоматически Минская группа исполнит свою миссию по-любому. Вот теперь спрашиваю, вопрос вот в этом именно, а в чем была миссия Минской группы ОБСЕ? Там же был вопрос, именно почему Алиев пытается распустить, чтобы сказать, что вопрос Карабахский, вопрос закрыт. А Карабахский, в основе Карабахского вопроса ведь лежит вопрос о безопасности проживания армянского населения в бывшей автономной области советского Азербайджана. Это автономия. На данный момент... Вопрос этот, в миссию, в миссии она считается... Вопрос этот на данный момент не является предметом для переговоров. То есть вопрос безопасности населения не является... В силу произошедших событий известных, этот вопрос на данный момент предметом переговоров, политических переговоров между Ереваном и Баку не является. В то же время, в то же время, есть негосударственные группы, которые могут вопрос поднять в судебном порядке. Опять-таки, это не является и не может являться предметом для переговоров. Речь идет о нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном по тем пунктам, исходящим из международного права и практики, о чем говорилось и в Гранаде, о чем был документ, и этот документ с этими же принципами ожидает своего подписания, и он согласован на 100%. Хорошо. Нужно ли понять, что это возможно в том случае, если зафиксирован факт этнической чистки, или если даже, я сейчас говорю, этническая чистка, азербайджан говорит, нет? Этот вопрос вынесен на решение международного суда. Речь идет о отдельных... Это не наша оценка, не оценка Азербайджана, а должен быть международный арбитр решать вопрос... Вот именно. Но это не является предметом межгосударственных отношений. Да, спасибо. Это является вопросом прав человека, это является вопросом правосудия, да, и повторяю, это не является вопросом повестки межгосударственных отношений. Спасибо. Вы говорите, Алиев может пойти на военную агрессию с тем, чтобы, скажем, втолкнуться в территорию, потом которую заселить и сказать, вот я защищаю права людей. Даже не заселить, сказать, что якобы для этого, потому что мы видим, Азербайджан пока упирается касательно разблокирования коммуникаций. Это Сюникский коридор, то есть под соусом беженцев вопрос Сюникского коридора. А заодно решите еще то, что они хотят, но это хочет, я утверждаю, что это хочет в первую очередь Москва. Это, повторяю, это хочет Москва. Политика Москвы в отношении Армении в данной ситуации. Можно назвать одним словом, это скотство в отношении армянского народа. Если политическими терминами. Это тоже политический термин, да, потому что иначе политику Москвы в отношении Армении назвать нельзя, поэтому целью Армении должно быть вообще избавление от российского присутствия в регионе. Политика Москвы в связке с Азербайджаном. Вот именно. Какая? Вопрос. Прямая, потому что Москва является интересантом разрушения армянской государственности. Что и в интересах Азербайджана. Да, Азербайджан там выступает в роли, ну скажем, такого младшего мародера в этом отношении. Азербайджан выйдет, если у России получится победителем и... Он может это показать своему народу, то же самое, что и произошло в войне 20-го года. Когда Азербайджан пошел на сделку с Россией, согласившись стать тупым, тяжелым предметом в руках России, для того, чтобы им Россия била нас по голове. Азербайджанский народ выигрывает в этом? Победитель только Алиев или азербайджанский народ также? Нет, не является бенефициаром этого всего Азербайджанский народ, потому что Азербайджанский народ сегодня безправен. Там есть только несвободы и есть там только две свободы. Это свободы ругать армян, свободы ненавидеть армян и свободы хвалить семью Алиевых. Других свобод там нет. Ну, посмотрите международные рейтинги. Свобода – это естественное стремление любого человека. И не только человека. Вы попробуете плохо закрыть двери курятника, да? Куры выходят, потому что свобода. Вопрос изначально был... Даже этого права лишил свой народ. О чем идет? Это режим наподобие путинского. Только на данный момент пока его терпят лишь потому, что он не начал широкомасштабной агрессивной войны против соседей. Но есть все предпосылки утверждать, что Азербайджан ведет в отношении Армении себя так же, как Россия в отношении Украины. То же самое. Даже ритовика. Даже ритовика. Что происходит сегодня в Грузии? Из Грузии тревожные сообщения идут. 69... Кстати, просто я небольшой соцопрос попал уже в сети. В Грузии 69% граждан считают Россию врагом своей страны. 69, то есть почти 70%. Мало. Хотелось бы больше. Это данные по исследованию Кавказский барометр 2024. К сожалению, это говорит о том, что после всего, что происходит, есть 31%, которые Россию врагом не считают. Вот это очень плохо. США главным врагом Грузии назвали всего 4%, а Турцию 2%. Итак, США 4%, об этом не говорят. Итак, Россию считают 69% граждан. И сейчас есть информация о том, что в Грузии начались аресты. Причем людей, которые воевали на стороне Украины против России, их считают террористами. Вот что происходит в Грузии? Что за атмосфера сейчас в Грузии? Очень гадкая атмосфера, конечно. Но это является следствием того политического процесса, который там проходит. И он закончится, возможно, закончится 26 октября новыми выборами в парламент. А дальше уже будем смотреть. Говорят, что 26 октября начнется, потому что там будут результаты, будут фальсификации. Аналитики, вот такой расклад. Результаты будут фальсифицированы, народ выйдет на улицу, будут провокации. И анализы, что да, попытки будут, но им не дадут фальсифицировать это все. Это разное. Говорят, остальное давайте так, поживем увидим. Поживем увидим. Спасибо. Платформа демократических сил Армении, ваша партия, за республику партия, также входит в число этих сил, инициировала проведение общенационального сбора подписей по референдуму о членстве Армении в ЕС. Итак, референдум вроде бы, Пашинян сказал, мы не уверены, я не уверен, ждут ли нас в Европейском Союзе. Хотя вот эти данные могут, то, что вот и о либерализации визового режима уже идет, идут переговоры. И вот мы сказали. А до этого была и резолюция Европарламента. Это мы как бы отвечаем Пашиняну, но это в сторону. Извините, речь идет о том, что двери для Армении в Европейском Союзе открыты. Но мы должны пройти определенный курс, чтобы удовлетворять. Чтобы привести наше государство в соответствии с прописанными стандартами и оформить разные режимы нашего сотрудничества, в том числе и по безвизу, да, о чем уже тоже на пути этого также зажжен зеленый свет. И по вот этому военному сотрудничеству, нелетальному, да, и по очень многим другим вопросам, и по зоне свободной торговли, да, мы хотим, чтобы... Во-первых, по безвизу. Мы должны понимать, что окончательное решение по предоставлению безвизового режима гражданину Армении невозможно. В условиях, когда инерционно продолжается членство Армении в таких организациях с неблагозвучными аббревиатурами, да, типа ОДКБ, ЕАС, там СНГ и так далее. Армения должна выйти из всех этих организаций. Да, это имеет политическую цену. Да, это интересно для Запада по нескольким причинам. Да, и одна из причин им интересно, если Россия уберется отсюда. Это тоже в наших интересах. Да, мы должны убрать отсюда Россию из нашей страны, в том виде, в котором она пока еще присутствует. Во-вторых, безвизовый режим возможен, когда Армения контролирует весь периметр своих границ. Это означает, что из армяно-иранской и армяно-турецкой границы российские пограничники также должны уйти. Должна уйти 102-я военная база. Точно так же, как россиян нет на армяно-грузинской, на армяно-азербайджанской границе, они должны уйти отовсюду. Более того, российский так называемый бизнес, эти все криминальные организации под видом ООО или там еще что-то, да, они должны покинуть экономику Армении. Многие из них уже под санкциями, многие из них просто являются организованными преступными группировками, причем в масштабах, намного превышающих масштабы Армении, да, то есть это международный криминал, и он не может действовать в Армении. И не может влиять на процессы в армянской экономике, в армянской политике, не может влиять на нашу безопасность. Это присутствие должно быть ликвидировано, а их место, которое они занимали, продезинфицировано в самом широком смысле слова. Да, отношения с Россией должны рассматриваться в контексте борьбы с криминальной субкультурой. Да, у нас есть такой закон, это одно и то же. Потому что что ни сфера сотрудничества, это криминальная субкультура, там другого просто не осталось. Да, мы должны избавиться от всего этого балласта, этого токсичного мусора, который просто не позволяет нам дальше двигаться в ее. Мы вернемся к этому вопросу сбора подписей. Пока я остановлюсь на вот такой информации. Кажется, она другая, просто по аналогии. Франция запретила въезд на летние Олимпийские игры в Париже около сотни журналистам из России, Беларуси и ряда других стран по подозрению в шпионаже. Вот тот же самый процесс, шпионаж в Армении, он не иллюстрирован. К сожалению. И как можно о евроинтеграции говорить, когда у нас еще вот этот процесс не пройден? Поэтому нужно, во-первых, всю эту материальную базу под этим выбить, а остальное, да, люстрировать и пинцетом выводить из общественной, государственной ткани. И эти отдельные медиа, якобы медиа, псевдо-медиа, которых, например, в Молдове несколько десятков уже позакрывали на основании закона, не может в Армении работать медиа-организация, являющаяся инструментом гибридной войны России против Армении. Вы знаете, раньше говорили «человек-партия», сейчас «человек-медиа», да? Нет, ну понятно. Человек-пропаганда, агитация-медиа. Тем более в эпоху информационной, телекоммуникационной глобальной революции. Да поэтому таких нужно отправлять в Белгородскую область, и пусть там занимаются в своей любимой стране своим любимым делом, сколько влезет. Теперь вернемся к этому вопросу о сборе подписей. Первый вопрос, Пашинян, он отказался от этой идеи о проведении референдума, или сам просто формат референдум, он себя не оправдывает, направление, да, на евроинтеграцию вроде бы взято, но с учетом того, что дорога будет длинная и сложная, может быть, не через референдум, а через, вот, через... Через что? Через что, спрашиваю. Только референдум? Ну, смотрите. Что за сбор подписей? Давайте с этого начнем. Сбор подписей о том, чтобы в Армении был проведен референдум. А все-таки референдум. Вы настаиваете на проведении референдума? Настаивая на референдуме, это больше такой плебисцит, да, который оформит юридический цивилизационный выбор армянской нации. Заявление о намерениях, да, как бы? Да, да, да. Это станет мандатом для, и, если хотите, заветом таким, да, для нынешнего и будущего, и будущих правительств. И не только правительств, но и для всего политического класса. То есть, любая партия, будучи во власти или в оппозиции, должна считаться с этим выбором граждан Армении. И эти разговоры о том, куда Армении идти или не идти, они должны быть закончены. Потому что, по нашему убеждению, другого пути нет и быть не может. Это раз. А во-вторых, очень важно, чтобы этот референдум стал актом каждого гражданина на взятие на себя части ответственности за это решение и перед собой, и перед будущими поколениями. То есть, это вопрос не правительства, это вопрос не политиков, это вопрос каждого из нас. И каждый человек должен получить возможность высказаться по этому поводу. Никол Пашиня говорит, что этого не нужно делать, потому что мы так и так знаем мнение народа. Отлично, мы тоже знаем. И мы знаем, что мы знаем одно и то же. Но для этого просто это нужно оформить, и это облегчит дальнейшие шаги нынешнего правительства. Потому что есть шаги, которые может делать только правительство, исходя из его полномочий, его функций. И понятно, что эти шаги сопряжены с рисками. Этот шаг по инициации референдума и сам референдум облегчит эти шаги и снизит риски. Если у тебя есть такой референдум, есть у тебя декларированное намерение, и есть конкретная уже стратегия по продвижению по этому пути. Например, как будет примерно в ближайшие месяцы Европейский Союз, после того, как включил зеленый свет по визолиберализации, нам дадут домашнее задание. То есть будет мониторинг, что у нас есть и чего у нас не хватает, и вам скажут, и нам скажут, вот примите вот эти законы, создайте те механизмы. Или подготовьте столько-то людей для выполнения вот таких функций. И еще там определенный такой переходный период, а мы посмотрим, как это все хорошо ли работает, надежно ли работает. И после этого мы снова соберемся и уже отпустим визу, да, введем уже, примем решение уже по введению режима. Точно так же, да, мы, это станет нашей, нашей домашней работой. Да, вот как в университете. Вы послушали лекцию, дальше идут практические занятия, и после этого идете в библиотеку, берете книги, и читаете днем и ночью. После этого приходите на зачет или на экзамен. А дальше вам говорят, вы переводитесь на следующий курс или идете в библиотеку дальше. Потому что, да, потому что вы не освоили. Вот так. Вы считаете, что сбор подписей внесет ясность по настроениям населения до референдума, чтобы вот на риск не идти? Нет, настроение ясное. Но референдум, когда есть, уже это означает, сбор подписей, чтобы идея о референдуме стала для правительства наиболее предпочтительной. Да, одно дело, когда мы вот, четыре партии, ряд общественных организаций, такие лидеры общественного мнения, да, разные. Вместе собираются и говорят, давайте сделаем такое-такое. Пример говорит, ну, хорошо, интересная идея, но мне кажется, что нет. Это один вариант. Другой вариант, когда еще вместе с этим к этой группе присоединяется еще 50 тысяч наших же граждан. Это еще и избиратели. Эти 50 тысяч дадут возможность поставить вопрос на рассмотрение в национальном собрании? Нам представляется, что это создаст фон, чтобы и правительство, и национальное собрание еще раз бы рассмотрели этот вопрос. Пересмотрели свои взгляды на целесообразность одного и нецелесообразность другого. Какие сроки намечены вами? Ну, закон подписывает. Мы сейчас этап нашего ознакомления с соответствующими юридическими процедурами. В общем, этот закон писался так, чтобы усложнять нашу и без того уж сложную жизнь. Там есть такие формальные моменты, которые юристы лучше объяснят, они нам и объясняют. Да, мы сейчас на этой стадии, где-то ближе к сентябрю. Не-не-не. Раньше? Мы в августе дадим старт, да, причем где-то с середины августа дадим старт кампании. И, наверное, мне кажется, что в этот день старта это будет митинг на площади Свободы. Ну, это так, вариант. Граждане Армении должны подписаться. Естественно, только граждане Армении. И вот первые граждане уже подпишут во время этого митинга. Это будет и справедливо, и символично. И после этого уже начнется кампания по сбору остальных подписей. Другую тему хотела с вами обсудить. Казахстан предложил Армении новый маршрут для доставки грузов в Центральную Азию и Китай через Иран. Казахстан использует транспортный коридор Иран, Туркминстан, Казахстан. Оттуда грузы будут перевезены на поезда, доставленные в любую точку Казахстана. Оттуда стран Центральной Азии, то есть стран Центральной Азии и Китая. Говорят, что этот коридор эффективный логистический путь, который может упростить, ускорить перевозку, а также и армянских товаров. Насколько реально, что будет задействован этот путь? Вполне реально, потому что есть железная дорога, работающая от иранской джульфы до Центральной Азии. Потому что есть и железная дорога Иран-Туркминстан, есть сообщение Туркминстан-Казахстан. Это отличная идея, особенно в свете диверсификации нашей внешнеэкономической политики, которая стала просто императивом для армянского правительства. И в чем армянское правительство допускает очень много, непростительно много упущений. Потому что здесь не просматривается никакой стратегии. Нет работы с бизнесом, нет представления о том, как это делается. Мы вот видим, кстати, и этот Россельхознадзор или Россельхозспецназ запретил экспорт в Россию продукции 16 армянских компаний. Об этом есть официальные сообщения. Говорят, что формулировки очень мягкие. Можно любые формулировки придумывать. Факт в том, что это экспертное направление сейчас сталкивается с преградами, будет сталкиваться с еще большими преградами, потому что в сентябре, скорее всего, Россия усилит давление на Армению. И это будет делать в том числе и через Азербайджан. Мы видим, что есть настрой у Алиева. Он усматривает все-таки какие-то возможности делать это. Как это будет проявляться по живому виде. Но главный рычаг, который остался в руках России, конечно, остается экономика. Армения сейчас занимается таким масштабным реэкспортом и реэкспортом в Россию, реэкспортом из России, естественно, несанкционных товаров, потому что это все работает в условиях договоренности с Соединенными Штатами и Европейским Союзом. То есть все под мониторингом. Это уже переходит пределы, когда Россия эти объемы товарооборота может трансформировать в политический рычаг давления на Армению. Может. Ну, посмотрим. Посмотрим. И в этом отношении, опять-таки, возвращаясь к идее Казахстана. Казахстан очень важная страна для Армении. Если в условиях, когда Россия просто объявит нам товарное эмбарго, то Казахстан станет очень важным направлением диверсификации, в том числе и импорта в Армению критически важных товарных групп. Рынком экспорта для армянской продукции, в том числе и по этому маршруту, который вы указали. И не только железной дороги, но и просто крузовиками также. А также Украина. Нет работы в направлении Украины, как мы видим. Нет охоты. Или из опасений. Или из каких-то идиотских опасений. Абсолютно идиотских. Да, потому что, если мы собираемся в дальний путь, то подушки безопасности нашей машины должны быть наделки. И все время показывают на Грузию. Говорят, вон Грузия тоже шла. Смотрите, а сегодня у них аресты. Грузия шла очень плохо. Грузия шла очень плохо. И вот мы видим, что пока еще не дошла до точки назначения. Хотя здесь есть еще и упущение со стороны Запада также. Потому что Грузия стоит в этом предбаннике с 2004 года. И, кстати, Украина тоже. Это война в Украине именно из-за того, что дали, чтобы Путин опух, обнаглел. Как и его сателлиты. А сейчас мы расхлебываем. То есть, это история 30-х. Дали разгуляться, а потом героически преодолевали самим же созданные трудности. Вернемся к самому началу нашего разговора. К мирному возможности или к саботажу, наоборот. К возможности подписания мирного соглашения. Называлась дата до ноября, до КОП-29 в Баку. Теперь уже мы видим, что нет. Баку вроде тормозит, если не говорит, саботирует. Он даже возмущается по поводу того, что, как сами российские ресурсы говорят, финансирование пошло не на вооружение. Вот смотрите, опять же я приведу цитату из Путника. Помощь на сумму 10 миллионов евро предусматривает не предоставление вооружения. Вся техника уходит в Украину, отмечают они. А финансирование полноценного палаточного лагеря для подразделения батальонного уровня. И так возмущается на приобретение палаток, в то время, как предлагает Армении не подписывать. Уже понятно, что до ноября ничего подписано не будет. А согласовать основные принципы добрососедских отношений. Добрососедские отношения, когда ты возмущаешься на приобретение палаточных. В чем здесь подвох? То есть сюда можно тащить Пакистан, можно устанавливать стратегические отношения с китайскими коммунистами. Это все за мир. Военный госпиталь палаточный по стандартам НАТО для Армении. Это опасно для мира. Но, вы знаете, нельзя до такой степени недооценивать умственные способности своей аудитории. Это просто уже несерьезно. Тогда планы Алиева. Планы Алиева тянуть до ноября, а там посмотрим. Помните, как Остап Бендер сыграл 18 испанских партий? Первый ход Е2-Е4, а там посмотрим. Е2-Е4 в данном случае это переждать до ноября. Все. Плюс не только ноябрь КОП-29, а еще и Байден-Трамп. Это все... Уже Байден вышел из гонки. Я имею... Демократии республиканцев так сказать. Говоря о ноябре, имею в виду такой вот широкий смысл этого слова, а не просто календарный месяц. И как вы в вопросе с Грузией сказали, опять же, поживем-увидим. То есть мы все обрисовали, всю ситуацию, которая... Но, опять-таки, возвращаясь к нам, у нас... Без тормозов или с тормозами мчится к ноябрю. Да. Но для нас должен быть и план А, план Б, план С на все случаи жизни. Хотелось бы знать, что есть. У меня нет уверенности в том, что такие планы на все случаи жизни у нас есть. На некоторые есть, но на все нет. У Пашиняна 20-дневный отпуск. Ну да, он устал, и пусть отдыхает, да, потому что впереди очень напряженный сезон. Не остается ему пожелать приятного отдыха, восстановления сил, навстречу всем этим трудностям. Трудностям. Вызовом. Вызовом. Спасибо огромное. Вам спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Напомню, что мы беседовали с Рубеном Играбяном, вице-председателем партии за республику, политическим аналитиком. Беседуила Гайна Рагелян. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok